Сидел я как-то, ел шашлык и размышлял о всяком. Что такое хвалёная французская кухня? А это кухня от голода и отчаяния. Лягушачьи лапки, улитки, мидии, заплесневелый или высохший сыр, луковый суп, артишоки. Это когда от отсутствия нормальных продуктов съедается всё, что можно расшивать. Кухня реальной нищеты, которую маркетологи завернули в красивую оболочку якобы изысканности. Целое поколение выросло в дискуссе. Это вы там у себя в России пьёте водку, а я вискарик пью не моложе 12 лет. А тут для западников такой облом. В России, оказывается, появилась руккола. Понимаешь ли, краснодарская. Да ради этого, что ли, люди жили? Вписывались в темки и встраивались в схемки. Кидали, прогрызали путь к светлому будущему. Освещаемому неоновыми логотипами, престижных брендов и высочайшей калорийностью удачно сфотканных блюд. Сказать ведь им, что, например, престижная итальянская приправа орегано – это всего лишь душица, которую моя бабка заваривала в детстве от кашля. Они ж удавятся от этого ужаса бытия и несовершенства мира. А моцарелла – это если в молоко плеснуть с кисшего вина, уксуса, говоря, проще, и откинуть на марлю. В общем, не ликвид, который пить никто уже не может. Так утилизировать его хоть как-то. А суши – это когда нищий голодный рыбак, которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай, сидит в море в своей лодке и, торопясь, срезает дольками мясо со свежепойманной рыбы, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе веселые червячки живут, а потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и соленого от морской воды риса и съедает его. Причем, панически оглядываясь, не видит ли кто. Можно провести контрольный выстрел, рассказав, что такое фондю. Это когда нищий швейцарский крестьянин, обогревая зимой хату собственным теплом, ползет в погреб. А там все съедено и собирает окаменелые обрезки сыра, чтобы разогреть их, и когда они станут мягкими, туда сухари макать, потому что есть больше нечего. Еще стоит напомнить, что единственное блюдо американской кухни – это украденная у индейцев птица и мегапраздник беглого англопереселенца, то есть уголовника, который годами ел слонину и бобы. Вот мегапраздник у этого интеллектуала был – раз в год поесть большую запеченную птицу, украв ее у местных, которых в рамках протестантской благодарности потом отравить из-под тишка. А престижный французский суп буябис – это когда рыбак, живущий прямо в своей латчонке, потому что даже на шалаш на берегу денег нет, продав основной улов, заваривает себе остатки рыбы, которую не удалось продать даже за гроши. И на все это смотрят живущие в стране, где буженина, растягай, блины с икоркой, стерлядь, до двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на четыре края и четыре мяса. Смотрят и офигевают, потому что все вышеперечисленное внезапно оказалось непрестижно. Ибо все это не загранично. Да ешьте, сколько влезет. Все равно много уже не влезет. В человеке важен не вес, а то, как он его носит. Спите, сколько хотите. У пенсионера, когда встал, тогда и утро. Не ждите, когда кто-то сделает вас счастливым. Налейте себе сами. Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Не жалуйтесь на судьбу. Ей с вами, может быть, тоже не сильно повезло. Если жизнь после пятидесяти вас не устраивает, примите еще пятьдесят. И не берите от жизни все. Вдруг не донесете. А идя исповедоваться, берите валидол. Вдруг батюшку прихватит от вашего рассказа. Относитесь к себе с любовью, а ко всему остальному с юмором. Александр Ширвиндт. Он был прекрасным актером, прекрасным другом, мужем. Занимал много должностей, сыграл роли, руководил театром. В кино был заметен и своими рассказами написал шесть книг. Вы знаете, человек после себя оставил очень доброе наследие. И вы знаете, вот когда о нем вспоминаешь, вспоминаешь с улыбкой, а не с горечью. Я думаю, что в том мире, куда он ушел, ему и там будет хорошо. А вот мы по нему будем скучать. Продолжение следует...